А что, так можно было? Как часто я слышу этот вопрос от талантливых людей. Сегодня я на него отвечу. Ребята, привет! Меня зовут Рулада. Добро пожаловать ко мне на канал. Это блог «Спой со мной». Спой со мной. Вокалистам свойственно постоянно сомневаться. Оглядываться, смотреть на других. Кто выпустил, что выпустил, у кого записал, с кем заводил материал. Думая, что именно от этого зависит его успех. Эти вечные сомнения в себе, страхи, лень. И я говорю особенно про талантливых людей. Боясь быть непринятым, неуслышанным, оплеванным в интернете. Зависимость от трендов, цифр. Это все просто убивает. Убивает творчество намертво. В последнее время развилось столько штампованных проектов. И я реально в шоке, что к таким людям приходят возможности, чтобы такое заводить. А талантливые люди, нераскрытые вокалисты, просто погибают. Я хочу, чтобы ты сегодня воскреснул. Я обращаюсь к тебе. Стань счастливым. Ты не просто так рожден. Твой звук нужен чему-то сердцу. Просто делай свое дело и не отпускай руки. Например, ты в весе. По состоянию здоровья или из-за лени, стресса, неважно. И тебе все вокруг говорят, что ты полный. И именно поэтому люди тебя не примут. Мол, в музыкальный бизнес с таким весом нельзя. Особенно, когда рынок забит бездарными, еле говорящими худышками, твоя ненависть к себе с каждым днем растет. И тут на горизонте появляется певица Адель. Заявляет, что она себя такой принимает, она себя такой любит. И весь акцент идет на ее необыкновенной красоты и мощности голос. И ты такой... А что, так можно было? Я же тоже круто пою. Другая ситуация. Тебя гнобили на уроках по вокалу. Говорили, что у тебя гнусавый голос, как у кривенькой качечки. И с таким голосом ты даже кастинг-викс-фактор не пройдешь. Это, конечно, страшно, но я знаю, что такое бывает. Тут появляется проект Сия, который на секундочку 43 года. И начинает петь в глянцевом носу. Совершенно все свои песни. И просто делает это своей манерой. Делает этот звук узнаваемым. Хотя она может петь как угодно. Благодаря этому звуку мы ее точно узнаем. Она приняла в себе этот звук и не постеснялась показаться нам в таком амплуа. Есть люди, которые категорически не принимают ее звучание. А есть, которые до восторга просто. Они говорят, Сия, это что-то нереальное. Ходят на вокал, чтобы найти и раскрыть в себе такое звучание. Представляете? А в тебе это было с рождения. И ты такой, А что, так можно было? Так это нормальный звук? Я мог или могла им петь 10 лет назад? Представляете, какая потеря времени? Если в твоей жизни так было, и ты понимаешь, о чем я говорю, напиши в комментарии под этим роликом, А что, так можно было? И навсегда запомни этот момент. Еще один момент. Тебе очень нравится петь. Но тебе говорят, что у тебя нет диапазона, и нужно много лет развиваться, чтобы научиться контролировать высоту. Тут выходит песня Ники Минаж, в которой весь припев в трех нотах, и он совершенно весь затюненный, и она читает рэп. Но как здорово она читает рэп. И ты опять, Хм, а что, так можно было? Ты сидишь, ломаешь голову над своим уникальным артистическим образом, зарабатываешь на это все деньги, шьешь костюмы, ждешь. Опять-таки теряешь время. А тут на горизонте появляется артист, который выходит на сцену в пижаме или в джинсах и в футболке, как гениальный Эд Ширан. А у тебя все тот же вопрос. А что, так можно было? Прикинь, можно. Можно было всем, кроме тебя. Можно тем, кто не спрашивал разрешения. Начни в себя верить. Начни творить. Пой, раскрывайся. Будь трудягой. Начни делать то, что тебе нравится. Сегодня. И ты обязательно найдешь своего слушателя. Если ты считаешь, что пора начать двигаться вперед сегодня, ставь лайк. Я хочу, чтобы вы стали личностью, которая имеет четкий вектор и следует ему. Да, я знаю, что это сложно. Я знаю, что для этого нужно очень много работать. И я бы даже сказала, каждый день искать, писать, учиться, развиваться, ставить цели, реализовывать свои цели. И для этого нужно быть не просто финансово-независимым. Нужно реально выпускать потрясающий музыкальный продукт. То, что все называют хитом. Нужно быть пахарем. Я скажу так. Если так жить, у тебя не останется времени на чужое мнение, на депрессию, зависть. Ты не собьешься с пути. Научись концентрироваться на своей мечте. И делай. Делай все, чтобы ты был лучшей версией самого себя. Позволь другим быть другими. А себе быть собой. И просто запрети себе проживать чужую мечту и чужую жизнь. У тебя есть своя. Пришла в голову идея? Бери и реализуй ее. Хочешь попробовать спеть песню? Бери и учись. Бери и пой. Главное, не сдавайся. Я хочу поздравить победителя моего конкурса ПЗО. Поздравляю вас. И дарю вебинар «Выносливый голос». Огромное спасибо всем за ваше участие в конкурсе. ПЗО дает вам уникальный шанс быть услышанным и получить возможность заниматься по моим крутым курсам. Пусть это будет мой вклад, мое участие в вашей музыкальной жизни. Итак, следующее задание для ПЗО. Победителя объявлю во вторник. Вы же знаете, да, что теперь Блокспой со мной выходит каждый вторник и пятницу. Ставь лайк, если тебе нравится эта идея. То есть два раза в неделю вы сможете получать возможность выигрывать материал. Чтобы выиграть, нужно. Первое. Быть подписанным на мой инстаграм. Второе. Написать в комментариях под моим постом в инстаграм, что тебя сдерживало или сдерживает начать свой проект. Человеку, чья история меня тронет, я подарю курс «Тайная жизнь вокалиста». Это очень стильный курс. Подписывайся на мой канал, жми колокольчик, чтобы ты не пропустил мой следующий ролик. Буду рада твоему лайку и комментарию под этим видео. С вами была Рулада. Пока!